Это же не просто. Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам. Каждого человека по ту сторону экраны. И сегодня мы будем слушать Слово Божье. Мне бы хотелось сегодня поговорить вот на какую тему. Есть один текст, который мы все знаем. Это текст о сеятеле и о почве. И мы очень часто и много говорим о том, какого рода почва, что это значит. Но сегодня я бы хотел поговорить о тех людях, которые описаны в этой притче, в этом тексте Священного Писания. И я взял текст из Евангелия от Марка, 4 глава, с 1 стиха. Я зачитаю его. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им. Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре взошло. Потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело, корня засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принес иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи. Я остановлюсь на этом, потому что дальше он начинает истолковывать эту притчу. Но мне бы хотелось вернуться к 10-11 стиху. Я верю, что Дух Святой, он обратил мое внимание, моего сердца прям очень сильно на этот текст. Я никогда так не видел, потому что, знаете, во всех трех Евангелиях описана эта история, описана эта притча, и она, как говорит сам Иисус, она основополагающая в том, что тот, кто ее понимает, он может понимать все остальные притчи. Но только в Евангелии от Марка о людях, которые задействованы там, как-то особенно Марк выделяет одну из категорий людей. Я хочу зачитать с 10-го стиха. «Когда же остался без народа, окружающий его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Драгоценный, я вдруг обнаружил, что я всегда понимал, что множество народа было. Было множество народа, когда Иисус говорил это, а потом он остался один с учениками, ученики наедине, так неоднократно написано в Священном Писании, спрашивали его, он истолковывал им. Это все понятно, он избрал каждого из них, это апостолы. Но в этом тексте я вижу следующее, в 10-м стихе написано, «Когда же остался без народа, окружающий его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче». Драгоценный, я бы сегодня хотел поговорить об этих трех категориях людей, которые я вижу в этой притче. Об этих трех категориях людей, которых Иисус на самом деле, он просто разделяет, как бы, опять на два лагеря, как во многом, что он говорит? Он говорит, что есть те, кому дано знать тайны Царства Божия, и это те, кто стоит, это те, кто задали вопрос, вроде они и не понимают, но они задали вопрос, и он им говорит, вам дано знать тайны Царства Божия о всем внешнем, и он говорит, есть внешние, которым все бывает в притчах. И вот, интересно, возникает вопрос, почему большинство людей, послушав эту притчу, ведь он учил, это учение Иисуса Христа, он учил в синагогах, и тут он вышел из синагоги, уже учит в пространстве, под чистым небом, он отплывает на лодке, множество народа, он говорит, и народ куда-то уходит. Первая категория, множество народа, они выслушали притчу, они вышли же рассказ о сельском хозяйстве, и им этого стало достаточно, они собрались и пошли по какой-то причине. Возможно, кто-то подумал, о, теперь я знаю, как садить, никогда не садил огород, вот, как сегодня нам брат Максим здесь проповедовал о семени, о, теперь я знаю, что вот в эту почву надо не бросать, а вот в эту бросать, вот оказывается, как надо, я думаю, чего у меня не растет, там камни везде огороди, надо убрать. Или, возможно, наоборот, они скажут, зачем мы потратили время сюда, что мы пришли, столько народа, мы пришли сюда послушать, рассказывают историю о сельском хозяйстве, мы и так все знаем, зачем нам это, мы только время зря потратили, пойдем по своим делам, у нас столько стоит всего, без дела, надо дело делать какое-то. Но мы видим также, что есть другая категория, есть другая категория, это апостолы. И апостолы, нам всем понятно, наверное, это самое из понятных категорий. Иисус выбрал, Иисус призвал, Иисус озвучил. Если первая категория, знаете, на мой взгляд, это категория людей в церкви, которые приходят в церковь, которые слышат слово, которые слышат проповедь, но почему-то у них это не отожисляется все с их нереальной жизнью. Оно как-то в употреблении, в применении, оно как будто не их, не мое, не мое. Ну, послушал, ну, хорошо, ну, проповедь, ну, интересная, что-то интересненькое узнал, что-то новенькое узнал. О, с пастором познакомился, теперь я пастора знаю. Здорово. А некоторые, я думаю, знаете, и я точно это знаю, они, задавая вопрос пасторям, приходим все со своими нуждами, своими проблемами, и на то он пастор, чтобы как-то ответить, отреагировать, мы приходим, и люди ожидают, что у него есть все правильные ответы для них, что сейчас он просто скажет какую-то формулу, и все, и оно все собой случится. Оно все само собой произойдет, и обнаруживаешь, что апастора, оказывается, не все знают, апастора, оказывается, тоже болеют. А у пасторов, оказывается, не так достаточно иногда финансов, чтобы вот позволить себе какие-то вещи, отдыхать или еще что-то. И интересно, они все время говорят, давай помолимся, у них один ответ на все, давай помолимся Богу, который вообще непонятно, когда как бы ответит, и вообще ответит или нет. И такое бывает, правда, я думаю, ну, не секрет это, это не секрет. И люди уходят, уходят разочарованные, уходят чего-то не видя, уходят чего-то не понимая, чего-то не осознав. Что-то самое главное, оно проходит мимо них. Знаете, я могу привести в пример в своей работе, с работой с зависимыми людьми, как-то был, знаете, как говорят, вспышка такая. Один из таких проповедников в Украине, он сказал проповедь очень сильную, о том, чтобы, значит, к зависимым людям и созависимым. Суть ее заключалась в том, что закрой холодильник от своего, значит, зависимого человека, сына, это он говорил, значит, одной из мам созависимых. Закрой холодильник, закрой двери, не пускай его домой, и все произойдет. Ну, как бы, он не так говорил, там он раскрывал суть этой проповеди. Но вот что я лично обнаруживаю, люди, когда слышат это, знаете, как вот те, которые услышали о сельском хозяйстве, они думают, что если они закроют сейчас холодильник просто, вот от сына своего, который наркоман или алкоголик, ну, не дадут ему там залазить в этот холодильник, или закроют двери, квартиры, оно как-то само собой сработает, потому что они это услышали от пастора или от проповеди, не понимая духовных процессов, которые заложены в этот принцип. Потому что этот принцип, он говорит о том, что они просто поклоняются своим детям. И он в этой проповеди раскрывает это о том, что перестаньте подстилать им подложку, перестаньте их ограждать от всяких препятствий, спасать их от тюрем, быть спасателями в их жизнях. Просто перестаньте, потому что духовный принцип говорит, поклоняйся Богу, перестань поклоняться своему ребенку. Аллилуйя! Просто встань на колени, занимайся тем, к чему тебя призывает Бог. Пастор тебе в помощь, консультант тебе в помощь. Если бы моя мама закрыла от меня холодильник, от человека, который в 15 лет ушел самостоятельно жить, а в 17 уже приезжал к ним и забивал его, знаете, странно, что я бы бросил наркотики. Или закрыли от меня дверь, в которой я годами не был, я там как праздник в любом виде, понимаете? Это странно, этот принцип не применив ко мне. Поэтому нельзя взять какую-то формулу, и это будет работать обязательно в твоей жизни, когда ты даже не понимаешь, о чем идет речь. Драгоценный, я бы хотел вернуться, наверное, к апостолам. Почему за внешних, или давайте еще чуть-чуть, почему за внешних? Потому что у внешних, я думаю, такое состояние, оно объясняется тем, что вот эти тайны царства, вот эта сама тайна им не дана, а именно эта тайна, она дает разумение об этом. И строгая закономерность вырисовывается в том, что нет разумения к тайне царства, а напротив, от обладания тайной к разумению. Аминь. От того, когда ты обладаешь тайной царства небесного, ты начинаешь видеть и понимать. С апостолами правда все понятно. Знаете, потому что Иисус избрал их, и они откликнулись, и они пошли. И очень логично, что они остались стоять там среди того, что все ушли, вот они остались, и они задают этот вопрос, потому что, если мы читаем Евангелие от Иоанна, там вообще история такая, что, когда он говорил о том, что надо есть его хлеб и пить, и его кровь, говоря, ну, о хлебопреломлении, которое сегодня будет, то многие вообще сказали, как можно это слышать. Это нереально, это невозможно. Это слушать. И они ушли, и Иисус интересно, он не погладил по головке как-то, апостол сказал, ну вы-то подождите, сейчас я вам объясню здесь все. Нет, мы читаем, я читаю, и написано, может быть, и вы, говорит, пойдете, может быть, и вам охота отойти. Но Симон отвечал ему, говорит, Господи, кому нам идти? Господи, кому нам идти у Тебя? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, и мы познали, что Ты Христос, Сын Бога Жуага. Куда нам идти? Поэтому, когда мы смотрим в эту притчу, оно абсолютно понятно, что это категория людей, ну, если мы возьмем, проведем параллель в церкви, но это категория тех служителей, наверное, которые избрал Господь, как написано в Библии, иных поставил апостолами, иных евангелистами, иных учителями, но это, наверное, вот они, вот это, наверное, к ним относится. Я думаю, что да, это отчасти именно так. Это люди, которые сказали да Богу. Это люди, которые сказали да Богу во всем своей жизни, и им дано знать тайны Царства Божьего, потому что они поставлены нашим Господом Иисусом Христом. Это тот, кто ставит, это тот, кто убирает, это Господин жизни. Аминь. Аминь, драгоценные. Поэтому, когда мы читаем, то вполне понятно, когда они идут, они видят чудеса, что происходит вокруг. Даже если они не понимают, они остаются рядом со Христом. Но меня сегодня очень сильно задела третья категория, которая там описана. Эта категория описана, окружающая его. Это люди, которые по каким-то им, только одним известным причинам, остались. Когда большинство народа разошлись, когда избранные апостолы остались с Иисусом Христом, они набрались, я не знаю, мужества, простите меня, наглости, смелости. А они остались, и они никуда не уходят. Они стоят здесь же, их ничего не смущает. И Иисус вносит эту группу в категории той, которым дано знать Царство Божие. Я хотел бы вместе с вами немножко посмотреть, что я увидел, изучая этот текст Священного Писания. Первое, что я понимаю, рассуждая об этой категории людей, они хотели знать эти тайны Царства Божьего. Их внутреннего человека не удовлетворяла. Простая история о сельском хозяйстве. Они видели что-то большее в Иисусе Христе, чем просто бывшего плотника. Они что-то внутри сердцем понимали. Они понимали, главное, что они видят какую-то верхушку айсберга. Они понимали, что что-то мощное, что-то настоящее сокрыто за словами Иисуса Христа. Они с сердцем, внутренним человеком осознавали это. И я думаю, любовь Иисуса, она просто влекла их, потому что Он никак не разделил. Я чуть позже чуть-чуть скажу об этом. Он никак не разделил, никак обозначил, кому прийти, кому не прийти на это богослужение. Он просто проповедовал Царство Божие. Просто народ слышал об этом. Просто народ шел за ним. Не было входных билетов, не было кому Он сказал отойти, не было кому Он сказал прийти, кроме апостолов, которых позвал следовать за собою. И знаете, вот в тексте, если вернуться к тексту, интересно, Иисус говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. И все, и все пошли. И все такие, знаете, наверное, подумали, ну мы имеем уши слышать, мы поняли, о чем рассказ, значит этот, что тут непонятного. Все, мы имеем уши, мы пошли. А, наверное, те, кто остались, они, наверное, подумали, наверное, мы не те уши имеем. Или там написано свои уши. В тексте дословно написано свои уши. Кто имеет свои уши. Да, знаете, и они поняли, что что-то другое, что-то и другое есть в этом во всем. Поэтому те, кто считает, что он все знает и понимает, он идет дальше, делает то, что он понимает. А тот человек, который понимает, но также понимает, что он чего-то не знает, он чего-то жаждет, он что-то хочет, он хочет с Богом что-то. Он говорит, Господи, открой мне мои глаза и уши. Открой мне мои глаза и уши. И они просят об этом Иисуса. Они просят, они просят рассказать ему значение этой притчи. Вы знаете, мы можем видеть в Библии эти истории. Всем известна история про Никодима, правда? Учитель, знатный учитель, который, учитель Израиля, приходит ночью к Иисусу и он задает этот вопрос. И он задает вопрос, он пришел к Иисусу и сказал, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Дальше Никодим говорит ему, как может человек родиться свыше, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Дорогой брат и сестра, я вдохновлен тем, что Бог избрал тебя и меня, и Он родил тебя и меня заново, аминь. Мы новое творение в Иисусе Христе способны слышать Бога, жить с Ним, обращаться к Нему, чувствовать Его. Знаете, у меня есть одна простая история, чтобы продемонстрировать это, она была совсем недавно, этот пример, я хочу его вам привести. Мы работали на участке с братьями и один человек, специалист, приехал выполнить свою работу, и он там паял трубы определенные за дорого, эта работа дорого стоит, он приехал на большой черной машине, такая, джип, лангкрузер, жара стояла, как сейчас на улице, и он, знаете, оставляет включенную машину, заведенной, и более того, там работает кондиционер, он оставляет ее, так знаете, посередине, и он работает не пять минут, он работает десять, двадцать минут, полчаса, весь поток, грузный дяденька, классный такой, грузный, и братья там к нему, а сколько вы зарабатываете, а сколько этот аппарат стоит, там, знаете, свои мужские вопросы, мужские дела, вот, ну и время к перерывам, пошли, а он там доделывает, мы сели, там, хотели чайку попить, и один брат подходит и говорит, ну я задал вопрос, говорит ему, чего у него кондиционер-то работает в машине, ну, нелогично, понимаете, то есть ты работаешь, приехал почти час, у тебя стоит джип, но он немало кушает, бензина, еще и кондиционер включен, у кого ты не сидишь в машине, ты потом обливаешься на улице, но это нелогично вообще, поэтому вопросы, сколько ты зарабатываешь, такие, знаете, небольшие, с подковырки, как братья умеют, да, 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 и он приходит и говорит, представляете, что он отвечает мне, он говорит, отвечает мне, что кондиционер работает, потому что в машине лежит шоколадка, послушайте, я так же отреагировал, невозможно не улыбнуться, правда, но знаете, она улыбка как бы, я сейчас расскажу, она как бы такой смех, он маленько какой-то такой, но это же его дело, по-настоящему-то, ну правда, это его деньги, это его дело, это его жизнь, это он так считает нужным, я так не думал в тот момент, я просто как бы побалдел, побалдел, посмеялся, сделали дела, еще и забыл эту тему, он уехал, мы рассчитали, все в порядке, сажусь, еду домой один, братья еще там остались, и там метров 200 я отъезжаю, и машину наполняет присутствие Божье, просто Дух Святой опускается на меня, и поднимает мне эту картинку, всю, 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 всю вот этой ситуации, и говорит, как ты думаешь, если эту шоколадку, он вез как подарок девочке инвалиду, чтобы сохранить, тебе было бы смешно? Если честно, друзья, я сейчас вам говорю, у меня мурашки по коже, то есть, я чуть не остановился, не остановился, сбавил скорость, говорю, Господи, ну, прости, то есть, ну, я, прости, первое, что сделал, набрал пастору Евгения, или встретились мы с ним, я говорю, а набрал, я прям позвонил, я говорю, представляешь, представляешь, что Дух Святой сказал, он говорит, слушай, как быстро мы выносим вердикты, о чем моя речь, рожденная Духа, есть Дух, это сладостно, жить с Богом, аминь, он выправляет нас, я знаю, что у тебя много подобных, ситуаций, если ты рожден заново, то много раз в жизни Дух Святой выправлял нам, и то, что кажется даже в ущерб, может быть себе, приобретать такую ценность для тебя, вся твоя неправедность, вот эта человеческая, или праведность, она в свете Божьем ничего не значит совсем, рожденная от Духа, есть Дух, я думаю, эти люди, они были рядом с Иисусом, и написано, они окружали Его, окружающие Его, что это значит, эти люди, они поставили в центр своей жизни, я верю, Иисуса Христа, я верю, что окружить можно человека, если я попрошу пастора Александра там встать, сказать, давайте помолимся, мы окружим его, он будет в центре, невозможно окружить человека, не поставив его в центр, я думаю, что эти люди, они поставили Иисуса в центр своей жизни, я знаю, что сегодня здесь, многие из вас, они поставили Иисуса Христа в центр своей жизни, я также благодарю Бога за каждого человека по ту сторону экрана, который рожден заново, который имеет эту способность воздать славу Богу, и который может размышлять духовно, нам так нужны эти духовные упражнения от Духа Святого, я не знаю, как вам, мне сильно нужны, потому что, когда Бог говорит в твою жизнь, это чудо, просто это чудо, следующее, о чем я подумал, это Мария, конечно, как иллюстрация к этому, знаете, в другом свете Мария сразу смотрится с Марфой, Марфа суетится о многом, делает дела, Мария села у ног Иисуса, Господи, тебе дела нет, Марфа говорит, большое угощение, тебе дела нет, она сидит, тебе дела нет, и слова Иисуса, они просто потрясающие, а одно только нужно, Мария, жизнь брала благую часть, которая не отнимется у нее, слушай, жаждешь ли ты сегодня голос Духа Святого, по-настоящему, понимаете, потому что, то, о чем я размышляю о вере, это, ну, не чувства, ну, не переживания только, не знания, не откровения, которые Бог тебе дает, я все больше думая, размышляю, я понимаю, что вера – это дело, это то, что ты делаешь, понимая от Господа, понимая Духа Святого, ты делаешь, и в этом выражается твоя вера, Мария понимала этот момент, вот он Иисус, все остальное не важно, все остальное не важно, он говорит, он не просит есть, он не просит воды, он что-то говорит. Иногда ко мне приходит такая жажда, я не могу сказать, что это постоянно, но иногда я просто все останавливаю в своей жизни по-настоящему, я просто говорю, что всему, не потому, что все плохо, драгоценные, а потому, что я понимаю, что тут столько меня уже, столько уже моих каких-то дел, уже столько моих умозаключений, уже столько моих каких-то обязанностей, ответственностей, столько уже надо с кем-то поговорить срочно, что, я понимаю, у меня просто жажда, и я не могу, я останавливаюсь, я гряду у святой, я не знаю, я хочу, я жажду, я хочу взять Библию в руки, хочу открыть ее, я хочу твое слово, я хочу, чтобы ты говорил к моему сердцу, мне не важно это все, но если тебя нет, если я тебя не понимаю, но мне не важно это все, мне важно, чтобы ты говорил к моему сердцу, еще я увидел в этом тексте об этих людях, что они не обижаются, хочу привести пример, тоже знаете, такой один, вот это к тому, что Иисус никого, кроме апостолов, особо не приглашал, и никого не отсылал от себя в этой притче, однажды так получилось, что с одними братьями другие церкви, ну, в большом, в большом проекте, я как-то оказался в общем рядом, знаете, и там речь о больших деньгах, ну, идет, то есть, не просто и бизнес, как бы, есть, но там и дело Божие есть, там и о развитии церкви говорится, и о развитии служения говорится, и о бизнесе говорится, но деньги такие, разговоры такие, заоблачные, ну, что мне как бы там, с тем, что у меня есть, как бы, да, ну, вот, я не знаю даже, какой пример, там, в принципе, находиться незачем, ну, по большому счету, но у меня есть все-таки что-то, знаешь, у меня есть, знаешь, почему Бог дал, Бог дал мне, у меня это есть, мне с этим что-то нужно сделать, Это моя ответственность, это мой драйв с Богом. Оно у меня есть, аллилуйя, думаю, Господи. Я на этом основании, знаете, не особо приглашенный, нахожусь там. И тогда, когда, ну, типа надо теперь нам тут поговорить о серьезных вопросах, знаете, я тоже нахожусь там. Я тоже никуда не ухожу. И по-человечески это чувство неприятное. Потому что по-человечески даже братья и сестры, ну, ты типа не в теме. Ну, ты типа, ну, чего ты, парень? Бог мне дал задание. Аллилуйя. И все прошло хорошо. Аминь. И все прошло хорошо, и мы дружим, и дальше, и я двигаюсь в этом дальше. И Бог помогает мне. Слава Богу. Поэтому эти люди не обиделися, что их не избрали. Слушай, если ты сегодня в церкви, и тебя как-то не выделили особо, может быть, тебя не пригласили куда-то особо на какое-то мероприятие, знаете, так с кафедры что-то прозвучало, вот к тебе лично не подошли, не поклонились, простите, в кавычках, ну, не уделили тебе личного внимания, именно что вот именно ты пойдем. Послушай, это все равно тебя касается и к тебе относится. Это дух отвержения так работает. Тебя они позвали, что-то как-то не так, а что я буду с ними делать? Там же дело служителей, там же лидеры. А я вам хочу сказать, и наши пастыра не дадут мне обмануть вас. Знаете, я в свое время, когда только раз, мне было все равно, я приставал ко всем. Я приставал ко всем. Мне как бы не особо волновало, что там скажут, то это не то. Ну, конечно, когда говорили что-нибудь, ну, что не так, я делал, оно неприятно, но меня это не останавливало. Или я притаскивал откровение какое-то, оно такое, знаете, из ума выдуманное, сам себе придумал, машу им там, а не выслушивали меня, ничего. Бог дал на эту жажду. Бог дал. Я сегодня стою перед вами, я говорю Слово Божье. Когда есть жажда до Иисуса, когда есть жажда до личности, когда есть жажда до отношений, ты будешь в числе окружающих Его, и тебе будут открыты тайны Царства Небесного. Следующее, что я понимаю, эти люди задают вопросы Богу даже тогда, когда им по-человечески нет нужды их задавать. У них все в порядке в жизни. У них все устроено. У них в семье все нормально. Их не дети в церкви. Аллилуйя! У них достаток в семье. У них отличная работа, машина, родственники. Никто не болеет. А они чувствуют себя нищими. Потому что им нужен Иисус. Потому что им нужно сегодня откровение Божие. Потому что они понимают, что все, что у них есть, это то, что доверил им Господь, который смотрит на сердце. Они хотят быть мудрыми распорядителями. Они не только от нужды взывают к Богу. Не только, когда стесненные обстоятельства вынуждают их к этому. Потому что они любят Христа. Они не мыслят жизни без Него. Он в центре всех событий в их жизни. Он в центре отношений между мужем и женой, между детьми, между друзьями. Иисус в центре. Они хотят знать Его волю. И они понимают, что это может открыть только Бог. Свою волю нам с тобой может открыть только Бог. Да, через других людей. Через Слово Божие. Но только Он. Только Дух Святой может проговорить в твое и мое сердце. И знаете, апостол Павел в своем тексте, он описывает, он говорит в 1 Коринфян, он в 15 главе, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вау! Если ты только в этой жизни думаешь, Господи, да все, что мне надо, да вот здесь помоги, да вот здесь. Знаете, такие братья приходят, в Дом Милосердия, разговариваешь с ним, какая у тебя есть мечта. Он уже там пару месяцев, а он тебе говорит, да вот мне комнатку бы свою, да вот пенсию бы. Ты понимаешь, хорошее желание, конечно, по-человечески. А есть другие. А есть те, кто говорят, а я служить Богу хочу, а я находился, а я по-другому хочу. А все, они интересны уже мне. И это круто. Апостол Павел говорит, если ты только в этой жизни, Господи, помоги, Господи, дай мне, Господи, мне вот здесь, Господи, исцели меня, Господи, пожалуйста, вот здесь, вот и с родственниками, и с этими, я знаю, я верю, я надеюсь. Апостол Павел говорит, вы несчастные люди. Вы просто несчастные люди, потому что наша вера, она простирается дальше. Она простирается намного больше. Моя вера смотрит на меня и говорит мне, Василий, сколько, не знаю, 20-30, что ты еще успеешь в этой жизни сделать, чтобы принести этот плод, чтобы ты пришел и тебя встретили там, чтобы у тебя была там награда. Для меня это по-настоящему драйв, это некрасивые слова. Я верю так. Я верю, что мой Господь, Он ждет меня. Я верю, что Он видит то малое, что я стараюсь для Него. Знаете, в мире люди так многое, что называют тайнами. Я могу с Википедемии прочитать вам формулировку. Это скрытая информация, раскрытие которой связано с определенными трудностями, либо нежелательно для ее владельца, например, адвокатская, банковская, коммерческая, тайна связи. Знаете, весь мир говорит о тайне, как о чем-то, что если это раскроется, это может навредить этому человеку, чья это тайна. Если что-то раскроется, то будут последствия, последствия негативные. Тайна, все, тайна. Не говорите ничего. А тайны Царства Божьего, дорогие, по-другому, когда раскрываются, они несут жизнь. Когда тайна Божья открывается, тебе она несет жизнь. И для тех, кто слышит эту тайну, и для тех, кому она открывается, и он открывает другим. В Римлянам написано о Царстве Божьем, что это и не пища и питье. Царство Божие – это не пища и питье. Это не наши с тобой вот здесь вот только вот заботы. А написано, «Но праведность, мир и радость во Святом Духе». Аллилуйя. Праведность, мир и радость во Святом Духе. В переводе на греческий – это слово «мистерия». Относится оно к такой терминологии специфической, специальной. Что-то чрезвычайно сложное обозначает в обыденном понимании этого слова. Оно означает некое событие, или события совершенно непонятные для непосвященного человека и совершенно ясно и для посвященного человека. Я не знаю, к какой категории ты относишь себя. Я просто не знаю из этих трех. Категории или из двух групп. Я верю, что ты относишься к двум категориям, которые окружают Иисуса и призваны на служение. Но если мы хотим быть в этой категории людей, которым дано знать тайны Царства Божьего, я считаю, что нам необходимо кое-что. Я считаю, что есть кое-что, без чего это просто нереально. И я для себя обозначил эти вещи. Первое, и ты, и я, мы должны зависеть от Духа Святого. Мы должны просить Духа Святого открыть нам наши духовные глаза и уши. Второе, о чем я думаю, это нужно поставить Иисуса в центр всей нашей жизни. По-настоящему. Сказать, ты, Господь, в центре моей жизни. Моя жизнь принадлежит тебе. Не зависеть от мнения людей, когда все пошли, или когда ты чувствуешь себя неуютно, но хочешь быть в церкви, рядом со служителями, с Господом. Просто будь. Просто делай это. Просто иди. Просто слушай. Задавай вопросы. Не иди за толпой. Иметь отношение с Иисусом, задавать Ему вопросы, не от нужды. Не только от нужды. Конечно, в нуждах мы приходим, приносим все Богу. Но жизнь с Иисусом, это намного большее, чем ответ на мою нужду. Это большее, чем ответ на нужду моих родных и близких. Это отношение с Ним. Для того, чтобы иметь эту жизнь с Ним. И пятое, и последнее, о чем я подумал, нужно открывать тайны Царства Божьего другим, которые нам открывает Господь Иисус. Нам нужно применять. Нам по-настоящему нужно применять то, что нам открыто и то, что нам понятно. Не просто в своей жизни. Потому что не для нас, любимых, Бог спас нас. Он вообще-то отделил нас для себя. Аминь. Мы принадлежим великому Богу. И с Ним мы счастливы. И с Ним наша жизнь полна смысла. И с Ним мы можем противостоять греху всем козням дьявольским. Знаете, согласно еще изучив об тайне Царства Небесного другим кодексом, такое изложение слов Христа подчеркивает, что дано не знание тайны, которое может быть чисто внешним, без какого-либо воздействия на знающего, а дана сама тайна, то есть то, что является Царством Божьим. Я попробую объяснить. Это не просто информация, которой ты обладаешь, и которая не касается тебя. это не просто информация для твоего ума, для разумения, для того, что, а, ну да, я знаю, я знаю, что там, ну, эсминец какой-то зашел в берега там, или еще что-нибудь. Какая-то информация, тайна Божья, она касается тебя, потому что сама это тайна, и есть Царство Божие. Когда эти люди стоят с Иисусом, они остались с апостолами и с Иисусом. Это само по себе является тайной Божией. Почему? Потому что есть один текст. Апостол Павел, он, уча Тимофея, наставляя его в посланиях, говорит, как нужно вести себя в церкви, и потом он говорит ему и беспрекословно. Давайте скажем вместе и беспрекословно. Великое благочестие, тайна, Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И беспрекословно, великая тайна, благочестие. Это то, что есть у меня и у тебя. Если Господь Иисус в центре нашей жизни, если ты задаешь Богу вопросы, если ты зависишь от мнения Духа Святого больше, чем от мнения людей, если ты не боишься быть обиженным и не обижаешься, если ты обращаешься к Богу не только тогда, когда у тебя кричащая нужда, а ты просто жить не можешь, без этого общения, потому что ты наслаждаешься с Ним. Тебе открыты тайны Царства Божьего. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом дне, на эту неделю. Пусть это слово, оно укоренится в ваших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok